Кто покупает квартиру в Москва-Сити? У меня вот лишний миллиард. Сколько дорогие ваши услуги? Бесплатно. За сколько там можно купить? Ну, порядка 40 миллионов. Ой, черт, я столько не зарабатываю, не накопил, ипотеку не дадут. Да хочу откинуться. Что-то не так. Любимое шоу Тревожников от Романа Тараси. Привет, это Что-то не так. И сегодня мы поговорим о том, что же не так с недвижимостью. Макс, привет. Привет. Слушай, в недвижимости вопросов очень много. Я тебе хочу задать самый главный и самый первый. Сейчас много споров в отношении того, что все-таки это грамотная инвестиция, или это откровенно фиговая инвестиция, и не нужно инвестировать в недвижимость, потому что даже если ты будешь сдавать ее в аренду, и с учетом ее стоимости, если мы говорим про Москву, то все равно деньги как бы не отобьются, и все это вот не сработает. Отсюда важный вопрос возникает. Зачем ты всем этим занимаешься, если люди говорят, что недвижимость сейчас это плохая инвестиция? Ну, я, наверное, не работаю с этими людьми. Вот если люди не верят, ну, можно доказывать долго, объяснять долго, но если в голове уже отложилась та история, что это плохая история, идем дальше, идем с другими людьми. Если говорить по поводу инвестиций в недвижимость, точно могу сказать, что это, наверное, самое крутое сохранение капитала твоего. То есть те деньги, которые ты всегда сможешь вернуть. Об этом недавно говорил Хартман, давал интервью, Forbes он давал. И он как раз таки об этом говорил, что действительно, если мы хотим как программа минимум сохранить свои деньги, нужно инвестировать в недвижимость. Речь идет о коммерческой или жилой недвижимости? И то, и то. Сегодня рынок позволяет и туда, и туда инвестировать и сохранять средства. Это программа минимум, если мы не говорим, что мы хотим заработать. Программа минимум, как сохранить, точно да. То, чем занимается моя компания, могу сказать однозначно, что есть вариант инвестировать с целью прибыли, то есть дальнейшей реинвестиции. То есть мы зашли на проект какой-то на стадии котлована, купили апартамент, квартиру. Прошло полтора-два года, мы заработали свои минимум 30% за этот срок. И дальше реинвестируем в новые какие-то крутые проекты. Это программа 1. Программа 2 мы покупаем, сдаем в аренду, получаем пассивный доход с арендного бизнеса. Стратегий на самом деле несколько. И сегодня есть комплексы, сегодня есть продукт на рынке, который позволяет действительно инвестировать. И мы точно можем сказать, что минимальное, что мы можем с этого получить, такая-то, такая-то цифра. И мы об этом говорим клиенту, даем большую аналитику рынка, даем большую аналитику этого застройщика, этого проекта в будущем и смотрим на опережение на 3 года вперед, как минимум, как мы будем выходить из этого проекта. То есть если ты ко мне обратился, Макс, у меня есть такая-то сумма денег, давай инвестируем. Я, наверное, сразу тебе скажу, как это будет складываться через 3 года. А я тебе сразу хочу спросить самое главное. Какой минимальной суммой денег можно вообще рассматривать, чтобы купить что-нибудь в Москве? Допустим, я живу, не знаю, в Ханты-Мансийске, и понимая, что хочу какую-то сделать небольшую подушечку, купить что-нибудь в Москве, чтобы сдавать это в минимальную аренду и не тратить много денег в целом на такой весе. С какого порога это интересно начинать? Мы рекомендуем, и мы начинаем работу от 8 миллионов где-то. 8 миллионов рублей. Это условно старт для Москвы для того, чтобы чего-то купить. Да, я объясню еще, что наша компания занимается от бизнес-премиум элит-сегмента, то есть минимально мы не работаем с комфорт-классом. В комфорт-классе тоже можно заходить за 4 миллиона. Комфорт-классом сейчас стали называть эконом или эконом это еще ниже комфорта? Ну, примерно к этому все. Это типа такая просто такая-то... Приятно на слух, да? Приятно на слух, что где ты живешь, не вы, когда я живу в комфорт-классе. Есть еще там кто-то говорит, что есть еще комфорт-плюс. То есть вот-вот и бизнес. Я подпрыгнул просто. Да, просто когда... Лужайка перед домом. Либо почтовые ящики стали деревянными, понимаешь, но они... Деревянными, скворечники такие в России просто туда блесят. Ну, когда застройщик ушел в декор, вот прям конкретно, да, вот эту историю. 8 миллионов, это та цифра, соответственно, что я могу купить на 8 миллионов в Москве? Да, хороший вопрос. Я думаю, что это может быть апартамент, причем внутри третьего транспортного кольца. Апартаменты внутри третьего транспортного кольца? А сразу вопрос. Вот многим очень ссыкотно покупать апартаменты, потому что это не жилой фонд. Я пытался разобраться в этом вопросе, понял, что из всех рисков только то, что ты формально там не можешь прописаться. При этом я честно могу сказать, что меня удивляет, когда строят дома ультра-премиум класса. То есть просто вот напротив моего дома стоит как раз жилой комплекс Кнайтбридж. Я посмотрел, там самая недорогая однокомнатная квартира, что-то порядка 200 миллионов рублей стоит. И я посмотрел, что там апартаменты. И смотрю, что людям не страшно в таком особенно премиальном сегменте покупать апартаменты и вообще не париться на эту тему. Всех напрягает то, что апартаменты, это, соответственно, будет большая квартплата, и я не смогу прописываться. Это так или нет? И есть ли еще какие-то подводные камни? Обожаю, это любимейший вопрос. И раз в пять за неделю я встречаю его и отвечаю на него на протяжении последних двух лет точно. Тогда по скрипту. Не по скрипту, объясню своими словами для себя. Мы не так давно, кстати, написали в своем инстаграм-пост об этом, причем пытались своим языком для наших друзей, коллег, клиентов донести эту историю. Точно могу сказать, что начнем с того, давай я вернусь на самом деле в отметку 8 миллионов за апартамент, и это будет порядка 35 квадратных метров с готовой отделкой, с крутой отделкой от застройщика. То есть, чтобы вот у нас мы закрыли эту тему. То есть, прикольное предложение, которое действительно в дальнейшем можно будет сдавать порядка 90-120 тысяч рублей за такую студию. То есть, ну, прикинь, 8 миллионов вложили. Плюс 30 процентов, то есть наш актив еще растет в цене, которую мы потом будем сдавать. Эту темку закрыли примерно на возможности рынка, да. Что касаемо апартаментов. Мы считаем, что вся история идет стереотипно. То есть, то, как вот люди считают, если это коммерческое помещение, нежилое, нельзя государство, самые популярные вопросы, государство отберет. Это не собственность. Это дороже налог, это выше коммунальный платеж. Я везде могу сказать, практически нет. Первое, государство не отберет. Ну, невозможно, чтобы у тебя отобрали. Ты точно такой же собственник, как и квартиры. Практически с такой же, ну, сейчас бумажки нету, как свидетельство о собственности, да. Но ты точно такими же правами и обладаешь. Самый популярный вопрос, что рядом со мной откроют шаурму, либо маникюрную студию, да. Публичный дом. Да, мы говорим о апартаментах гостиничного типа, да, то есть статус гостиничного типа. Поэтому там точно это жилой статус, где можно проживать. Застройщики, которые строят вот то, где мы сейчас рядом находимся, и строится один очень крутой комплекс. Тоже апартамент, комплекс. Застройщик будет в любом случае контролировать, кто там будет жить. Он семейный, он уже вот создан именно на понятии семейного апарткомплекса. Государство не отберет, потому что это собственность. Но с чего вдруг, если у тебя нету долгов перед государством, если ты законопослушный гражданин, с чего бы вдруг по решению суда у тебя отбирать, да. Второй момент, по поводу коммунальных платежей и налога. Налог у нас рассчитывается от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость на комплексы, там где строят апартаменты, ниже. Потому что это не жилой фонд. Пусть проценты, то есть смотри, давайте с этого начнем. 0,2% мы платим за квартиры, а апартаменты от 0,5% до 2%. Чаще всего то, с какими комплексами мы работаем, это 0,5%. И учитывая, что кадастры на наших апарткомплексах ниже, чем жилые, эти 0,5% получаются в принципе ровно так же. Если там переплата будет в 20 тысяч рублей в год, я не считаю, что это прям огромная какая-то сумма, которую можно потратить за вот тот комфорт и тот комплекс, в котором ты живешь, который обладает всем необходимым. А я сразу вопрос по ходу. Насколько апарты в целом дешевле в проценте от жилой недвижимости? То есть если я хочу купить что-то такое же, даже вот на вторичке, да, если я хочу купить что-то за 8 миллионов на вторичке, насколько я в качестве уступлю и насколько схожее предложение в жилой недвижимости будет дороже? 30-40% или больше? Меньше. Я думаю, что меньше. Я думаю, что это уже 15-25. Вот это разница. Приблизились к стоимости жилого. Потому что, объясню почему, важно смотреть не просто на слово апарт, а что, какой он будет именно, который застройщик сдаст в конечном результате, какая инфраструктура будет внутри. Когда, я могу привести пример, на Софийской набережной есть комплекс, он только недавно сдался. Я его привожу в пример клиентам, которые вот не верят и которые как раз таки задают вот эти самые популярные вопросы. Я могу сказать, что 200 рублей за квадратный метр – это коммунальный платеж, без воды и электричества, естественно, но это плюс там 2-3 тысячи еще дополнительно. Что включается вот в эти 200 рублей за квадратный метр? Это свой личный бассейн на первом этаже, фитнес-клуб, сауна, спа-зона, свое кафе. Это консьерж-служба 24 на 7. Звучит как? Неужели это дорого? Я хочу сказать, что Софийская набережная, то есть через мост Кремль. И при всем при этом апартаментом будет стоить минимальный самый на сегодняшний день, по-моему, порядка 27 миллионов. Офигеть. То есть за 27 миллионов у тебя Кремль через дорогу. Да. И вот этот актив, который точно из-за локации как минимум сохранит свои средства. И этот актив, который может приносить при сдаче в дальнейшем в аренду порядка 200 тысяч точно. Это за апартамента порядка 40-45 метров. Класс. Допустим, я хочу купить что-то себе в Москве. И планирую переезжать или просто даже в Москве расширяться. С чего нужно начать? То есть потому что большинство людей начинает с Циана. Они заходят на Циан, соответственно, смотрят там тот район, который вообще или там просто сортируется каким-то образом, чтобы понять в целом, какие цены дальше ведет цены. Такой, черт, я столько не зарабатываю, не накопил, ипотеку не дадут и прочие все дела. И сразу же спрыгивают с этой темой. С чего начать? Очень разумный подход. Потому что ты как раз классно обозначил, что напротив Кремля это точно та недвижимость, которая не потеряет в своей цене. Начать ли с определения ли района? Начать ли с определения комплексов? Потому что, конечно, хочется сразу же сказать, что, ребята, идите к нам, то есть мы все поможем. И отсюда возникает второй мой важный вопрос. Сейчас почему люди начинают с Циана, на мой взгляд? Потому что всем кажется, что риэлторы нафиг не нужны. Ну, то есть вообще в целом агенты, которые будут мне так или иначе помогать, они ни о чем. То есть я сам найду, я там все, соответственно, сделаю. Отсюда два вопроса. С чего начать и нужны ли помощники все-таки в этом деле и могу ли я сам в этом разобраться? Окей, супер. С вопроса, с чего начать. Мы уверены и убеждены в том, что 90% клиентов 100% не знают, чего они хотят в результате нашего первого диалога с ними. Когда мы начинаем задавать вопросы, вроде бы я хочу то и то, и то, и то, и вот этот разброс выходит на 30 параметров в их голове, в твоей голове как потребителя. Важно здесь понимать и отталкиваться, наверное, от самых таких базовых моментов. Например, какая площадь тебе нужна и какое количество изолированных спальн. То есть если у тебя есть дети, у тебя большая семья, ты четко понимаешь, что мне нужно три точно спальни. У меня два разнополых ребенка и нам с женой хорошую спальню, чтобы со своим санузлом гардеробной и все здорово было. Мы четко понимаем, что вот что нам нужно. То есть конечный продукт вот в таком метраже, в таком количестве спален. Дальше, что мне необходимо как эксперту на этом рынке, мне важно понимать, о каком бюджете мы говорим. То есть это таких два важных параметра. Что за площадь, мне не нужно говорить, что ты говоришь, Макс, я хочу огражденную территорию, чтобы охрана и камеры были по периметру, потому что это как бы важно. Это уже априори идет, да, я не буду задуматься. И причем на самом деле сегодня тенденция уходить от закрытых территорий, да. Потому что все это вот переходит уже в другой формат, 90-е ушли, и прятать музыкальную полку в своей девятке уже не от кого. То есть снимали, да реально же она отцедела. Да, и ровно оттуда же пошло вот это. Сейчас большие проблемы, сейчас Яндекс.Еда вот она не попадет к тебе. Это гораздо большая проблема, если у тебя супер огорожено и нужно, чтобы курьера пропустить, такой геморрой просто вот реально. Да, мы определяем с тобой два вот этих вопроса. Дальше, наверное, мы возьмем еще три дополнительных важных критерия от тебя. То есть я задам вопрос, что действительно важно, что ты еще хочешь видеть. И мы будем работать только с некоторыми элементами, о которых ты меня озвучил. Дальше моя задача уже, зная рынок, зная практически 120-130 проектов по Москве, мы говорим сейчас про новострой, либо про сданные комплексы, я уже буду в процессе понимать, что тебе подойдет. Мы не привязываем тебя к локации, если там, нежели там могут дети ходить в школу куда-то, это один вопрос. Но мы рекомендуем не привязывать себя, потому что есть очень много недооцененных районов Москвы, про которые люди вообще не знают, не понимают, либо ты говоришь, что, ребят, на автозаводской находится комплекс, и я таки, может, нет, ребят, автозаводская. Где это вообще? Да, нет, прям как слышит, а комплекс бомба. То есть гастро улицы сзади него, со своим рестораном, со своим там лаунж-зоной, туда-туда-туда-туда-туда-туда, кучу, можно об этом говорить. Ну, вот это слово автозаводская, что нет, это промзона, старая шефер. Мне кажется, что промзона трешка и не продувается, и вообще, и все дальше хотят, что, да, можно ли на юго-западной или там еще где-то. И дальше включаются, ну, мы к слову риэлтору так к себе относимся сами, и не называем себя такими, брокер-агенты, как угодно. Если там углубиться в историю и уйти там в Америку, то есть такая организация, как НАР, это Национальная ассоциация риэлторов, и риэлтор в Америке это сверхчеловек, у которого в его подчинении есть брокер-агент. У нас же это все размыто, там, со времен распада СССР, кто может, тот и работает, и что-то предлагает без знаний. Зная, что комиссия, возможно, будет большой, я заработаю много денег, и все, и как-нибудь да продам. Вот это до сих пор всего не сохранилось. И мы, как брокеры, мы занимаемся подбором, профессиональным подбором, зная этот рынок, зная, куда тебя отвезти, а куда тебя точно не везти. Если даже ты скажешь, что, Макс, хочу этот комплекс, и наша компания позиционируем себя на том, что мы говорим откровенно и честно. Мы работаем со всеми застройщиками, но мы не можем не сказать о минусах. Гавно. Да, я тебе об этом скажу. То есть, ну, либо скажу, либо скажу о решениях, которые можно сразу применить здесь. То есть, да, есть минус такой-то, но вот чем он закрывается. А вот, опять же, об этом комплексе, с которым мы находимся рядом, сзади железная дорога. То есть, все такие, ой, железная дорога. А то, что здесь скоростное ограничение для этих поездов, то, да, об этом мы все говорим. Да, и то, что никто не знает, что строит турецкая компания, которая специализируется по миру на этих фундаментах, которые сейсмически правильно выстроены. То есть, от всех этих моментов. Про это тоже мало кто говорит, не знает. Я знаю, что... Я хочу пожутить, что даже если пойдет землетрясение, поезду хана, а дома нет. То есть, ты увидишь просто, как он будет вилять, подъезжая. Да, если вдруг мы выбрали с тобой комплекс, все здорово, тебя все устраивает, тебе все гипернравится, но я могу тебе сказать такую вещь, что мы выбрали крутой вид, но этот вид через два года перекроет новый корпус, о котором вообще по минимуму смотрим, все здорово. Но я знаю эту информацию, что вырастет новый корпус, и твои виды, за что мы переплатили 5 миллионов рублей, грубо говоря, его не станет. За вид переплачивают 5 миллионов. Бывают такие дома, в которых за вид. 17 миллионов рублей за вид. Этаж выше. Этаж выше, да. Вот недавно мы сталкивались с такой историей. Вот, к тому, что я не могу не сказать тебе об этом. И это очень круто, и отсюда мы сейчас будем возвращаться. Мы подходим к тому, что зачем нужны эти люди? То есть, зачем нужны мы? Это как раз принципиальная грань между риэлторами, что я честно скажу, когда я покупал все квартиры последний и предпоследний раз, я очень сильно удивлялся от того, что мы все делали сами, сами находили. И я такой, зачем мне риэлтор? Мне нужен был просто юрист, который проконтролирует сделку. Потому что сейчас уже это не совсем серый рынок. Если ты не покупаешь коммунальную квартиру, которую расселяют из 42 семей с сложным порядком наследования, то, соответственно, в принципе, ничего сверхсложного в сделках уже нет. Поэтому мне было интересно, как сейчас меняется рынок. То есть, получается, что вы вообще в целом отличаетесь от риэлторов качественно тем, что есть там плеяда риэлторов, которые непонятно чем действительно замечают, занимаются. А вы именно в формате того, что вы помогаете подобрать, а не завершить сделку. То есть, вы тот человек, который выступает на стороне клиента и помогает действительно сделать идеальный выбор и в том числе не здесь сейчас, а на перспективу, чтобы там что-то не построили или потом что-то не снесли и так далее. Отсюда интересная как раз логика. Сейчас люди в целом очень сильно боятся того, что, особенно по-прежнему все равно боятся, если на стадии котлована они начинают что-то инвестировать. И, соответственно, вот есть какой-то 200 какой-то... 14-й. 214-й ФЗ. Его везде упоминают. Непонятно, что он значит для очень многих людей. Мне интересно, насколько сейчас вообще стрёмно или не стрёмно вкладываться в историю, связанную с котлованом. Потому что я думаю, что многие как раз к вам приходят, кто действительно тоже боится. Насколько дешевле вообще квартиру можно купить на котловане и... Когда монолит уже стоит, грубо говоря. Пример. Да нет, если еще нет даже монолита, если вообще там реально котлован вообще. И опасно это или не опасно? Вот как вы рекомендуете? Хорошо. Мы... Вот был недавно пример январский, что комплекс построенный уже очень давно, там больше пяти лет назад. Люди уже живут, все здорово. И вдруг по решению суда ребят выселяют оттуда. Вроде пока идут, там переговоры идут. Вроде как должны выселить и снести все в чертовой матери, то, что было построено. И кто думал, что такое может произойти? Спустя уже столько времени, сколько вот люди там жили. Если говорить про котлован и по поводу 214 ФЗ, наверное, тоже многие, кто слышали, что застройщики перешли на их скроу-счета. Это что это такое? Что это означает сегодня? Что застройщик не имеет права использовать деньги дольщиков, а может взять займ у банка, строить на него, либо на собственные средства. Ну, кто мало делает, в принципе. Тем самым, я как клиент, который купил эту квартиру, я перечисляю сумму сразу, банк ее морозит. И после только выдачи и ввода в эксплуатацию дома, застройщик получает эти деньги. Все понятно. Вот такая страховая история. Но при этом недвижимость вырастает в цене. То есть этот бум, на самом деле, о нем очень много говорят. И начали с прошлого года, что стоимость там взлетит. Она плавно поднимается. Да, это увеличение будет 10-15% по рынку. Но мы понимаем, с чем это связано адекватно. Потому что застройщики берут деньги у банка. Там процент. То есть все это накручивается, накручивается, и это становится дороже. Но насколько сейчас реально стрёмно на этапе котлована инвестироваться? Или нельзя так в общей гребенке сказать? Мне кажется, это вот раньше история была. Да, в Москве более проще с этим. Потому что есть четко понятная документация. Либо это там редевелопмент. Это когда застройщик покупает уже построенное здание, старое какое-то там. Здание мануфактуры какое-то, либо какой-то завод. Переделывая его под жилой апарт-сектор какой-то. Мы понимаем, что здание стоит, документы все прозрачные. На сайте всегда у застройщика вся документация проектная вся есть. Разрешительные документы все есть. Можно зайти посмотреть. И опять же, самостоятельно сложно вот здесь понять, куда лучше инвестировать. Недавно к нам обратились клиенты, говорят, что мы хотим инвестировать в один огромнейший комплекс в ZILART. В Москве инвестируют туда 50 миллионов рублей. В ZILART? Да. Четкий был ответ, что не с нами. Мы не работаем по этой истории. Мы не будем, пожалуйста, не трогать нас. Мы не готовы вас везти туда. Ну потому что такая утопия. Мы изначально понимаем, что человек через какое-то время обратится к нам, скажет, «Ребят, Макс, Паш, да, все, пришло время взять вот эти вот плоды, которые мы заработали». А ничего не получится. И даже вряд ли получится вернуть ту сумму, которую мы вложили, эти 50 миллионов. Потому что количество и объем площади, который там застраивается, создает сумасшедший конкурентный рынок. Вторичный, свой. И об этом мало кто задумывается. Все думают, да, вроде классный комплекс, вроде там бизнес-класс, крутая инфраструктура. В любом случае продам прям дорого и вытяну там 40-50 процентов. Нет. Мы знаем наперед, что мы понимаем и прогнозируем то время, ту ситуацию, когда мы будем выходить с проекта. И мы обычно своих клиентов доводим до конца, и мы их сами выводим оттуда. То есть мы, в принципе, не занимаемся продажей недвижимости вторично, но если клиента мы берем под такое управление его активом, то, естественно, мы будем его выводить. И нам не хочется, к нам часто обращаются люди, вот мне какой-то риэлтор посоветовал, я купил, теперь не могу продать, нет звонков, нет просмотров и так далее. Ну, потому что риэлтор просто впарил, просто продал. Мы этим не занимаемся, потому что знаем, что будет обратная история. Вот так. Слушай, а все-таки что лучше брать в Москве? Первичку или вторичку? Первичку, однозначно. Почему? Здесь, на самом деле, это очень обширная тема. Важно понимать и знать, какие проекты строятся, что они из себя представляют, какую инфраструктуру, либо какую концепцию застройщик закладывает изначально, который это все строит, возводит, сдает и контролирует потом. То есть, если взять, там, 1905 года, Веспер строит космос, проект и квартал Жилой Лаки, где неповторимые истории, то есть в плане инфраструктуры, где у тебя есть секция фехтования для жильцов, да, которая, там. Для детей. Для соседей. Нет, потому что у меня там квартира. Нет, потому что ты кайфуешь от этой жизни, ты хочешь приезжать домой, потому что там у тебя на 60 метрах 9 окон, 9 окон по периметру, все это панорамное, у тебя в твоей ванной тоже есть окошко, все у тебя сдали с готовым первоклассным ремонтом. Ну, ты ничего не думаешь, это квартиры, это не апартамент, если вдруг ты боишься об этом. Да, это стоит уже на котловане дорого, ну, стоило котлован, сейчас уже стройка идет. Дорого, но ты понимаешь, за что ты платишь деньги? Если мы берем какую-нибудь не очень большую трешку, что-нибудь метров 80 квадратных, за сколько там можно купить? Вот в таком доме мне просто интересно. На порядка 40 миллионов. 40 миллионов рублей, кайф. И у тебя фехтование включено. Нет, я думаю, что эти секции в любом случае оплачиваются отдельно, эти занятия, но в том плане, что эта инфраструктура у тебя перед подъездом, перед парадом. Круто, конечно, да, конечно, на вторичном рынке ничего подобного вообще не купишь, и это действительно очень такая сейчас проблема. Насколько рынок сейчас вот в целом, в котором вы работаете, мошеннический? То есть есть ли шанс нарваться на откровенных черных риэлторов, как это раньше называлось и было популярно, и вообще схема мошенническая еще присутствует или уже все меньше и меньше? Уходит. Я давно не встречал такой истории. На вторичном рынке, скорее всего, да. Ну, на вторичном понятно, потому что там непонятная история. Если, опять же, мы работаем, вот опять две стороны. Покупать на вторичке, покупать у застройщика. У застройщика прозрачная история вся. То есть мы видим документы, у нас регистрируется договор, все здорово. Ты пришел в офис, тебе налили вкусный кофе, дали вкусные печеньки, ты в комфорте, с кайфом общаешься. Застройщик идет на сверхусловия для тебя, предлагает беспроцентную рассрочку на два года, где тебе не нужно будет переплачивать просто равными там долями, либо какой удобный график платежей сделают под тебя. Нужна ипотека, не нужна. Все одобрят, все сделают за тебя. Ты только придешь один раз, подпишешь, второй раз оплатишь сумму денег и все. И будешь ждать, пока это построят. Классный рынок вообще. Нежели мы обратно возвращаемся на вторичку, где ты с ума сходишь. Посмотришь на котов, которые жили в этой квартире, они красивые, там штук 40. Да, и ты скажешь, ну что по поводу скидки собственнику этого жилья, а он скажет, в смысле, ты мои обои видел, я эти обои из Америки заказывал, они 8 тысяч долларов за рулон. А ты смотришь, тот самый кот на нем, на этих обоях и все сделал. Я недавно сделал небольшой ремонт и посмотрел, как, конечно же, у меня ребенок быстро исчертил обои и подумал, что черт, ну бессмысленно. Ну думал, ну люди, которые будут покупать, они же все равно не будут париться просто на эту тему, все равно будут все делать свое. Скажи, пожалуйста, что можно в Москве купить, это я сразу же так вот начинаю примиряться. 8 миллионов мы обсудили, соответственно, как стартовая и входная такая история. Что можно в Москве купить за миллионов 20? То, что такая средняя цифра, просто 40 это уже для людей, которые совсем готовы, понятно. Что можно купить за 20 миллионов такого интересного? Есть что-то или нет? Есть. Опять же, нужно вернуться к тому, что необходимо, что какой конечный результат? Нужна классная квартира, вот такой дурацкий запрос. Ну это нормально. Нормальный запрос. И самое главное, то есть в Москва-Сити вряд ли что-то за эти деньги купишь, но это, кстати, промежуточный вопрос. А вообще, кто покупает квартиру в Москва-Сити? То есть мне кажется, это должно быть либо, ну то есть только холостяки, мне кажется, там людям семейным жить в целом не очень комфортно, хотя я могу заблуждаться как раз на этот счет, но мне интересно, вот Москва-Сити стоит покупать квартиры или нет? Да. Ух ты, ради вида? Нет, не ради вида, много плюсов. То есть, опять же, от незнания рынка. То есть человек, наш клиент может не подумать о том, что в Сити можно жить. Это большое заблуждение на самом деле, потому что кажется, что это город бетон и стекол. Есть только там Афимол, в котором вся жизнь проводится. И мы знаем, у нас есть клиенты, которые проживают в Сити, которые по 4-6 недель не выезжают из Сити, потому что есть все у тебя под рукой. Но если говорить про старый Сити, вот именно что окружает Афимол, действительно для семьи так себе история для проживания. То есть даже с собачками сложно куда-то выйти и выгулить их, потому что мало зелени и вот таких площадок. Но если мы отойдем от Афимола, наверняка видели, строится Capital Towers. Это новый комплекс небоскребов от Capital Group. И это первый семейный комплекс небоскребов. Там будут квартиры, это первая квартира в небоскребе. Так же с отделкой, так же со своим приватным парком. То есть у тебя от трех башен есть стеллобат, от этого стеллобата выход в парк, такой мост. У тебя там есть частный детский садик, поэтому мостику в свой парк детишек водят на прогулки. Это все закрытая территория, она принадлежит комплексу. Там должны были строить еще одну башню, но решили, что оставить эту историю под парк, под прогулочную зону, потому что в Сити такого нет. Эта инфраструктура у тебя также будет внизу, в этом стеллобате. И на самом деле, что касаемо видов, это самый удачный по видам комплекс непосредственно. Потому что, во-первых, он находится прямо у реки, изгиб реки у гостиницы Украины. У тебя книжки Арбаты зимой светятся, сияют. И если посмотреть обратно, развернуться на Сити, это Сити будет в самом классном отдалении. То есть когда ты видишь полноценную панораму Сити, далеко к тебе из офисов окна не смотрят. То есть тоже большой плюс. Если мы говорим про семейный, если мы говорим про для себя, как молодой парень, холостяк, еще что-то. Мы можем брать башню, пожалуйста, Нева Тауэрс. Идеально крутой комплекс. Ко за сколько там можно купить однушку? Будем говорить про студию. Сейчас 23 миллиона. 23 миллиона можно студию взять? Можно было взять, да, можно было взять дешевле на стадии котлована. Можно было взять за 17, 16, 17 миллионов можно было брать изначально. Круто, потому что многим кажется, что в Сити все начинается от миллиона долларов. И вообще, что, соответственно, там цифры совсем иные. Сейчас выходят еще две башни, которые строятся как раз-таки рядом с Невой. И вот там ценник всех порадует. Мы ждем старта продаж. Там вообще будет классно, да? Звоните, пока горячие пирожки. Там будет прям огонь. Слушай, ну прям... При этом иногда в Москве натыкаешься. Я люблю иногда зайти на Циан и просто понаблюдать, как все происходит. У меня рядом с домом есть парк Трубецких. И на территории парка есть жилой дом. При том, что он выглядит так, что никто не подозревает, что на территории парка есть жилой дом. То есть они настолько гениально это сделали, потому что со стороны улицы это одноэтажное здание, которое выглядит, как просто какая-то старая усадьба. А он дальше, соответственно, лесенкой уходит в парк. То есть ты видишь, пока только первый этаж лесенкой в парк. А в парке он огорожен, ты не можешь подойти. Причем именно растительно огорожен. И то есть формально ты и ущерба от парка не чувствуешь. Недавно зашел посмотреть, думаю, сколько там может стоить квартира. Какая-нибудь квартира небольшая. Там вот есть одна квартира без ремонта в одном уровне. Она стоила всего 950 миллионов рублей. И я подумал, что если у меня лишний миллиард, зачем покупать квартиру, ну даже условно в центральном округе Москвы, но все равно за миллиард. Какую самую дорогую квартиру у вас покупали? Может не говорить кто, но интересно просто вообще. Страшно сказать, кто даже продавал, кто покупал. И сумму озвучить. Это был полмиллиарда рублей. Полмиллиарда рублей. Это самое крупное сделать. Круто. Человек уехал из России или нет? Приехал в Россию. А приехал в Россию? А, кто купил, приехал в Россию, да. Тот, кто купил, приехал. А тот, кто продал, уехал. Или сел. Ладно, не рассказывай. Все-то буду пытать. Или в дом переехал свой. Если обращаться к таким экспертам рынка, как вы, насколько дорогие ваши услуги? Бесплатные. Да, здесь на самом деле. То есть вы зарабатываете на стороне? Ну я просто, чтобы всем попали застройщик. Платят застройщик. Здесь вот еще какой момент. Почему люди, многие боятся, не хотят обращаться к посредникам, как мы, либо к брокерам. Не хочу платить. Да, я не хочу платить. Либо, когда мы говорим, что наши услуги бесплатные для наших клиентов, и нам платят комиссию застройщик от сделки, все начинают думать, что... Вы с ним в сговоре. Вы меня повезете туда? Где вам больше платят? Скорее всего, значит, у вас дороже, у вас уже накручен ценник, хотя мы работаем по прайсу застройщика и не имеем права работать ни на копейку больше. Плюс мы имеем к этому прайсу дополнительные преференции, учитывая, что мы показываем объем продаж у застройщиков, у нас есть дополнительные скидки для наших клиентов, либо специальные условия для наших клиентов, и все это сложилось из-за многолетней коммуникации и дружбы с этими застройщиками. Класс. Второй момент. Как нам платят застройщик? Опять же, такое убеждение у клиентов, что если они придут без нас, то наша комиссия, которая заложена, пойдет в счет скидки. Да, это невозможно, и такого не бывает, потому что у застройщика он привлекает агентство недвижимости, брокерские агентства, как мы. На это отводит из маркетингового бюджета определенную сумму. Мы являемся маркетингом для него, мы привлекаем клиентов, и именно из этого бюджета и есть наша зарплата, то есть наше вознаграждение за сделку. Везде по-разному, с разными застройщиками по-разному эта вся история происходит. Я тебе сейчас буду стоять неудобно положить, но мне очень любопытно. Топ-5 комплексов в Москве, которые ты бы точно порекомендовал посмотреть хотя бы и присмотреться к ним, и что они действительно очень любопытные и интересные, которые тебе нравятся. Вообще неважно, какой запрос. Вообще неважно. Просто по комплексам. Но, как я и перечислил, это Лаки от Веспер. Это где он находится? Лаки? 1905 года. Это точно дом Наркомфина, всем известный Наркомфин. Который сейчас перестраивается. Там апарты будут, по-моему, насколько. Нет, там будут квартиры. Квартиры, да? Квартиры, да? Это дом... Они сохранили двух уровней. Это космос. По архитектуре это вот этот классицизм, который был и есть на сегодняшний день. Ну, там самолет будет стоить, мне кажется, вообще безумно. Там уже ничего не осталось. Они еще не сдали эту историю. Уже ничего не осталось. Это правда, это космос, это то, что вдохновляет. Да, это то, что очень сильно вдохновляет. По домам. Потом, что я могу сказать точно, что... А вот и все. Вот эти прекрасные два комплекса, которые точно нравятся. Мне очень нравятся садовые кварталы. Ты бы мне рекомендовал или сказал посмотреть что-нибудь еще? Да, безусловно, да. Учитывая локацию, потому что, ну, действительно, это соотношение цена не завышена. Ну, а как мы хотели в таком комплексе? Комплекс суперсемейный, я считаю. Для семьи идеальное предложение. Локация сверхудобная. Локация уже сама по себе стоит дорого. Возможно, да, возможно, я могу сказать, что завышен ценник, но его берут, его покупают, и люди наслаждаются. Что у меня пока садовый квартал из окна видно, и их надежды почти. Осталось перейти, да? Надо перейти, надо перейти дорогу и понять, что в недвижимость стоит инвестировать. Потому что я тебе, честно скажу, у меня были определенные опасения и до разговора с тобой о том, что, блин, а зачем морозить такое количество денег? И когда ты сейчас как раз сказал, что это хорошее, это заморозка, но это хорошая заморозка, потому что действительно рубль дешевеет, и все, что происходит, и что, в принципе, это можно рассматривать как потенциально то, что будет любопытно. Потому что все, когда, там, не знаю, Олег Тиньков всегда очень топил за тему того, что не надо покупать недвижимость, на инвестиции, а потом, когда они запустили ипотеку в Тиньков банке, мне кажется, что он сейчас поменял свою позицию на этот счет и говорит что-то другое. И поэтому мне было как-то вот боязно и страшно, и думаю, и зачем, и смысл, если можно купить какую-то недвижимость за рубежом за эту сумму, а ты понимаешь, когда что в Москве это продолжит расти, то это, соответственно, очень здорово. Какие комплексы ты бы рекомендовал рассматривать в последнюю очередь, если бы люди соответственно что-то выбирали? Ты уже, в частности, один упомянул, но есть ли еще что-то такое опасное? Ты в частности меня сейчас подставил. Да, я тебя конкретно подставляю, ты можешь сказать, ребят, поговорите с нами, прежде чем пойти. Зилард там... Не-не-не, смотри, здесь что касаемо Зиларда, я его привел пример в качестве инвестиций. Да, я тебя понял. Да, в качестве проживания там очень хорошие продажи, народ покупает. Да, единственная, есть сложность, важно задуматься по поводу трафика, непосредственно выезда и въезда в вечернее время, то есть в час пике, да, там будет, ну, будет сложновато, на мой взгляд, примерно по оценке сейчас, по аналитике, мы понимаем, что возможно будет сложно, но опять же, сумасшедшая инфраструктура с кучей детских садов, школ и так далее, то есть, пожалуйста, есть свой, на каждой комплексе есть свой покупатель, и о каком бы я ни сказал плохо сейчас, зная там минусы, да, опять же, здесь важно зависит от сегмента, у меня больше претензий к сегменту, который чуть ниже находится, с которым мы в основном не работаем, и поэтому, наверное, мы с ним не работаем, потому что, это самый комфорт, да, который пресловутый, их позиционирование и качество этого строительства, качество внутренней отделки в плане, потому что сейчас тенденция и тренд сдавать с готовой отделкой, но на самом деле это здорово, ты представишь, что ты заезжаешь в комплекс, все готово, и все готово, соседи на протяжении трех лет молчат и убирают перфоратор подальше, молчат, но перфоратор, да, ну да, и опять же, если комфорт плюс, то мы слышим, как они молчат, ну да, поэтому здесь, наверное, да, чтобы быть корректным по отношению к нашим коллегам на рынке, то нет такого форм ответа на вопрос, то есть есть что-то подходящее, что вот такого, что точно не брать, такого нету, супер, отлично, такого нету, спасибо тебе большое за этот разговор, ты немного прояснил всю историю, и самое главное, что многих стало понятно, что за 8 миллионов рублей можно купить прикольное предложение и зарабатывать в среднем 100 тысяч в месяц на сдачу этого, и это уже звучит на самом деле прикольно, и ты понимаешь, и этот актив у нас растет в цене, и этот актив растет в цене, и ты понимаешь, что в принципе даже взять эту сумму в ипотеку будет сама себя гасить, и классно, и все, соответственно, просто провернуть, как-то это даже бодро стало, потому что я как раз, смотря на второй, на вторичный рынок недвижимости, ну, думал немного о другом, спасибо. Это было что-то не так с недвижимостью, а с недвижимостью все на самом деле так, и если честно, я какой-то староверный этот счет, и мне кажется, что жить без своей недвижимости все-таки немножко напряжно, то есть мне было просто психологически дискомфортно жить в квартире, которая не мне принадлежит, и поэтому, если у вас есть такая возможность и вы рассматриваете этот вариант, то мне кажется, что своя недвижимость это всегда то, что тебя точно психологически спасает. Подписывайтесь, ставьте лайки. Что-то не так. Любимое шоу тревожников от Романа Тресси.